Привет, дорогие друзья! Вы, наверное, уже соскучились за полнометражным видео, постоянно короткие шорцы. Это из-за отсутствия времени и отсутствия доступа к интернету. Сейчас есть возможность немножко рассказать, что же у нас было, и потом это выложить, и вы это уже, наверное, смотрите. Посмотрите. Смотрите, мы заезжали в Украину. Перед тем, как заехать, я позвонил на прикордонную службу, поузнавал у нескольких юристов, можно ли заехать, можно ли нас выпустить, ли обратно по законному праву, что я отец-одиночка, и Гарик не имеет мамы, и нас должны по закону выпустить. И с этим расчетом было принято решение заехать в Украину и собрать электробайки, потому что в Украине поле творчества для сбора электровелосипедов очень большое. Здесь очень много деталей, ассортимент большой, что мы и делали. То есть сначала был собран в первый месяц полтора Гаррика байк, потом мой. Мы думали заехать где-то на месяц. Но процесс настолько затянулся, и он был, можно сказать, более сложным, чем ожидалось. То есть были сформированы большие аккумуляторы, спаянные собственноручно, с помощью Вадима, конечно, который нас консультировал, меня. И этот процесс затянулся на 4 месяца. То есть 4 месяца без одной недели. То есть мы заехали где-то числа 19-20 сентября. Были готовы выехать где-то уже к Новому году, там, ну, короче, где-то 8-е, 9-е, 10-е января после Нового года. Я очень сильно хотел выехать до Нового года, чтобы никаких законов не менялось. И я это чувствовал. То есть я хотел до Нового года, но мы не успели. Мы подвязались с передними багажниками, которые все-таки, вот они тут. Ну, я не буду уже камеру поворачивать. И эти багажники нам где-то на 10 дней затянули процесс выезда. Вот, и когда мы все-таки собрались и поехали, мы столкнулись с препятствием. То есть перед тем, как опять выехать, я опять позвонил на прикордонную службу и спросил, какие документы требуются, какие-то изменения есть в выезде. Они говорят, все то же самое, что у меня назвали, и говорят, рекомендовано иметь военный билет. Я говорю, спрашиваю, жалко, что этот разговор я не записал. Я спрашиваю, то есть обязательно этот военный билет иметь, если у меня, я не военно обязанный, у меня его нету, выпустят меня или нет. Она говорит, нет, это не обязательно, вас выпустят. Ну и мы на следующий день собрали вещи, все тут очень долго чистили. То есть это помещение и вот то, как оно нам было дано и на каких условиях, это отдельная тема, я может потом как-то сниму. Про дядю Диму, который нас терпел и ни одного замечания плохого не было. Мы тут все, все, вот все комнаты были в каких-то деталях, в мусоре. Короче, вот все, захламили, заложили картонных коробок. Одна комната была только картонных коробок. Вот, здесь эта комната была мастерской. Здесь был мусор в перемешку с инструментами и какими-то деталями. То есть там, в той комнате у нас там еще один склад был. Короче, весь дом мы заложили, заняли собой. Вот, и в общем мы это целый день наводили порядки, все вычистили, уложили и выехали. Мы выехали где-то к девяти, к десяти вечера. И мы добрались до, вот тут возле Ренеи один пункт пропуска есть, Джуджу Лешты, и мы туда поехали. Дали документы, пограничник спрашивает, военный билет. Я говорю, военный билет как бы не нужен, у меня его нету, я звонил на прикордонную службу. Но он послушал, взял все документы и его очень долго не было. То есть потом еще другой пограничник пытался у нас еще какие-то документы взять, еще какие-то. И мы где-то полчаса стояли, ждали, ждали, и потом я понял, что мы ждали. То есть он выписывал отказ. То есть он забивал в бланк все мои контактные данные паспорта, он выписывал отказ. И он мне дает отказ, я говорю, что ж такое, я ж вот только вот месяц назад, 12 декабря, выезжал сам и назад заехал, все нормально было. Он говорит, что требуется, короче, отметка с военкомата. И ни в какую, то есть вообще никак не пропускает. И объясняет это типа все так просто, поехал в военкомат, они в тот же день дали отметку какую-то или справку, и ты уже на границе. Я думаю, ну ладно, поедем обратно. Мы поехали обратно, поздно вечером мы уже были здесь в этом доме, и на следующее утро мы поломились в военкомат, побежали. Объясняю в военкомате ситуацию, ТЦК. Там нас послушали и спрашивают, а что вас не пропустили, то есть должны были пропустить. Я говорю, да я не понимаю, что меня не пропустили. Они говорят, пробуйте еще раз. Я говорю, ну окей, на том же пункте пропуск или есть еще какие-то. Они нам подсказали другой пункт пропуска, тут какой-то глухой, с разбитой дорогой. Но мы, хорошо, мы будем пробовать. Но говорят, если это не сработает, будете запускать полный процесс запуска, получения военного билета или темчасового посвящения какого-то. С военной медкомиссией, это две недели. Я говорю, ну хорошо, мы попробуем выехать. И мы поехали. Мы опять спаковали эти вещи наши огромные. Миллион сумок, миллион перегруз, короче. И мы поехали на границу. Пограничники уже издалека нас видят. Ну никого же нет, тут непопулярный пункт пропуска. Они уже где-то за полки, ну я не знаю, как вот глаза видят. Вот они уже повыходили, смотрят на нас. Говорят, вы куда? Я говорю, ну мы хотим пересечь границу. А что у вас за документы? Я дал документы. Пограничник такой веселый, радый. Хорошо, я сейчас посмотрю. Долго нету его. Минут 10. Выходит такой злой. Чего же вы не сказали, что вы вчера пытались пересечь границу? Вам надо в военкомат. Я говорю, я был только что в военкомате. Меня с военкомата послали сюда и подсказали этот пункт пропуска. Вы вскрыли информацию. Вам надо в военкомат. Я говорю, я просто сделал то, что мне сказали. Я приехал и хочу пересечь. Я имею право на это. Все. И, короче, еще где-то часа полтора он мне пишет этот отказ. Таким непонятным почерком. Долго там один раз написал. Потом переписал. Ну, в общем, отказал. И мы в тот же день поехали в военкомат. В военкомате сказали, надо сделать ВПУ. Временно перемещенную особую. Зарегистрироваться и запускать. И идти уже на медкомиссию. Мы в тот же день сбегали в горсовет. Сделали ВПУ. Прибежали с этими справками в военкомат. И они нам выписали эти все бумажечки. Мне. Ну, нам. Я говорю нам. Но Гарику это не надо. Он просто со мной в прицепном бегает. Все эти бумажечки с анализами, которые надо сдать. Штук семь этих бумажечек было. Там крови с пальца. Крови с вены. Крови моча. И так далее. И эти штуки надо было нести через два дня. Была пятница. Через два дня в поликлинику. И все сдавать. Окей. Ждем с нетерпением эту поликлинику. То есть. Понимаете вот наши какие чувства. То есть. У нас так отдалила печаль. То есть. Мы люди, которые привыкли кататься. Которые не сидим дома. То есть. Наша жизнь это путь. Путь. Полет. Те люди, кто сидит дома. Им как-то. Ну сидит дома. И не пустили. Ну и ладно. Дома хорошо. У нас не так. Нам надо полет куда-то ехать. И вот нас закрыли как зверей в клетке. То есть. И это очень так. Для таких как мы это сильно бьет. По нервам и по состоянию. И мы вот сидим. Ждем понедельника. Суббота, воскресенье. Я тут что-то шью. Дошиваю. Чехлы дошиваю. Эти все. На велосипед. Что мы хотели сделать уже в походе. В пути. доделывать. Ну чтобы крыша не поехала. Я тут что-то шью. Сижу. Да. Постоянно. То есть. И за эти 4 месяца. Я побыл. Электриком. Слесарем. Какого-то там разряда. И сейчас я швея. То есть. Я шью. То есть. Перешил кучу мешочков. Вон. Такое мешок. Таких штуки. Три сшил. Они вот так вот стягиваются. Вот. Ну не важно. То есть. В понедельник я побежал. Уже в 8. Мы уже были. Начали сдавать. Начал сдавать анализы. Уже очередь. Сдать кровь. Продырявили палец. Высмоктали там сколько. Ну. Тонну крови. Кардиограмма. Моча. Очереди бесконечные. К этим всяким кабинетам. В один кабинет. Где там кровь на спид. Два часа или три. Ждешь. Сидишь. И причем. Знаете какая ситуация. То есть. Народа в поликлинике. Огромное количество. И причем. Где-то 90 процентов. Именно с военкомата. Не те кто болеет. То есть. Военкомат гонит этот весь народ. По работе. Плановые проверки. Студентов. Школьников. Таких как я. Которые там попали. Под каким-то причином. И вот эта толпа военкоматская. Она. Носится. И спорит. Кто там очередь занял. Кто не занял. И сразу в несколько кабинетов пытается занять очередь. То есть. И бывает. Ждешь какого-то доктора два часа. Чтобы зайти просто минуту. И он поставил штамп. Угоден. И расписался. Вот. До такого доходит. Бывает. Был момент. Когда тебе военкомат написал в один кабинет. Ты ждешь очередь. А то оказывается надо в другой кабинет. То есть. Кровь с вены сдавать. А не кровь с пальца. И ты потом ждешь в другой кабинет очередь. Вот. И то есть. Понедельник это было восемь часов беготни. Восемь часов где-то. А то. Ну. Я не знаю. То есть. Мы бегали туда-сюда. Туда-сюда. И вот. Ты бегаешь вот с какими-то бумажками. Которые вот надо как-то подписать. То есть. Мы столкнулись вот с жесткой бюрократией. И получается на понедельник что-то сдали. Но не все. Вторник доздавали врачей. Был забавный момент. Когда нервопатолог принимал там после обеда. И толпа такая стоит. Гудит. Ждет короче. Каждый своей подписи. И нервопатолог. Ну ни один доктор такое не делал. Обычно все доктора там просто. Следующий. 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 И нервопатолог такой нервный выходит. А ну тихо. Вы мешаете работать. И мы поняли что мы разонервничали нервопатолога. Вот. И на следующий день тоже доздавали анализы врачей. И это длилось три дня. То есть надо было с одного кабинета в другой бегать. Какие-то печати ставить. Какие-то справки. Одни доктора не принимают без анализов. Ждешь анализы. И вот эта вся волокита тянулась три дня. Потом мы побежали в военкомат. То есть вот расстояние между военкоматом и больницей это где-то три километра пешком. На маршрутке вы не подъедете. Тут они не ходят так. Это не тот город. И вот мы потопили в военкомат. Прибегаемся с этими бумажками. Они говорят. Никого нету кто заберет у вас бумажки. Тот кто сидит с этими бумажками. Он в той больнице откуда вы пришли. В пятом кабинете. А в больнице я спросил. Все теперь военкомат. Да военкомат. И мы вот так вот носились еще с бумажками. Вот побежали обратно в больницу. Обратно в военкомат прибежали. В военкомате говорят. То есть вы дали квитанцию такую. Какие ксерокопии принести. Я принес. Они говорят. Так ксерокопии вы принесли. Хорошо. Но надо еще заверить нотариусу. Почему сразу нельзя указать? Ну ладно. А нотариус где? А нотариус тут местный. Он получается у него очередь две недели вперед. Надо ехать в Измаил. И я поехал в Измаил. То есть 70 километров. Чтобы просто заверить ксерокопии. Заверил. Приехал обратно. Короче это все такое. Вот волоки-то. Побежали на следующий день сдавать эти бумажки ксерокопии военкомат. И вот это все длилось неделю. Если вам вот вы дослушали до конца. То есть неделю. А потом настало такое очень большое напряжное ожидание. Вот что же будет. Присвоят ли мне отсрочку законную по закону или нет. И вот это ожидаю. Вот сейчас. Вот у нас это ожидание. Плюс усугубилась еще ситуация наша тем, что у меня было в свое время порвано свидетельство о браке. Не мной. Сами понимаете, кем. И нотариус еле-еле заверил эту ксерокопию. Меня долго ругал. Я пошел в ЗАГС переделывать это свидетельство о браке. И окей. Но их же так просто не переделаешь. Они послали запрос на Херсон. Херсон не отвечает. Херсон под бомбами. И там, короче, там мрак что-то происходит. И они ждут тупо вот, чтобы переделать эту бумажку с ЗАГСа о браке. Уже это четвертый день. И не дают мне новое свидетельство. А от этого свидетельства зависит, прицепятся пограничники или нет. И еще такой интересный момент. У меня было свидетельство о рождении Гарика. И свидетельство о смерти жены. И я их тягал, конечно, вот так вот. Лист, да. Вот так вот у меня он был сложен в 4 раза. И в файликах в рюкзаке тягал я его. И я смотрю, эти бумажки, получается, они начинают затираться. И вот эти там надписи, где моя фамилия написана, а оно начинает уже стираться. Я такой думаю, да не, ну если я сейчас поеду в поход, и там каких-то там 3-4-6 месяцев, и они вообще сотрутся. То есть эти бумажки, и вообще уже ничего не будут, на них не будет видно. Они в рюкзаке, там еще какие-то другие вещи. Они трутся постоянно в походе. Это не то, что на полочке, они лежат где-то в доме. Они у меня постоянно в рюкзаке. Я думаю, так, надо, наверное, как-то заламинировать их, я еще в ЗАГСе видел, там кто-то сдавал свидетельство о рождении, оно было заламинировано. Я думаю, ну надо, наверное, заламинировать, чтобы оно сохранилось. На следующий день я пришел в полиграфию там местную и спрашиваю девочки, вообще ламинируют, ну свидетельство о рождении, свидетельство о смерти. Она говорит, да, ламинируют, без проблем. Только свидетельство о браке не ламинируют. Я говорю, ну окей, давайте заламинируем. Она заламинировала, конечно, классно так все, ничего не стерется. Я иду в другую там канцелярию, и мне говорят, а что это у вас, нельзя ламинировать. ЗАГСовские документы нельзя ламинировать. Меня это напрягло реально, потому что эти документы, если что-то не так, меня не выпустят. Я побежал в ЗАГС, спрашиваю, нормально или ненормально. Она говорит, ну не очень, ну пройдут, в Украине пройдут, за границей нет. Я думаю, на всякий случай позвоню на горячую линию прикордонной службы и спрошу. Там мне отвечают совершенно конкретно, что это нельзя делать, это неправильно. И такие документы могут пограничниками отклониться. И очередная бюрократия просто выносит мозг. И я в тот же день пошел в ЗАГС и заказал новые свидетельства о смерти жены и о рождении Гарика. И выкинул очередные тысячу гривен, непонятно на что. Но не все так просто. Они подают запрос этих свидетельств, где они были в Херсон. И это было три дня назад. Сейчас я прихожу в ЗАГС, она говорит, свидетельства о рождении Гарика ответили, что архив недоступен, он оккупирован, короче, нереально. Свидетельства о смерти жены отвечают, архив херсонский украден и нету данных. И, короче, о браке до сих пор не ответили, уже пять дней прошло. И вот с этой ситуацией мы столкнулись, с бумажной. Из-за бумажек нас тупо не выпускают. И сейчас мы в ожидании. И это время заполняется какими-то такими мелочами, которые требуется доделать в электровеликах. И я это доделываю. Вот и все. Вот такая у нас ситуация на данный момент. Думаю, вам была как-то полезна эта информация. Те, кто рассчитывают по какому-то праву или статье выехать просто так без военного билета, можете не надеяться. То есть сейчас с 29-го поменялись правила, и все это пропускается через военкомат. То есть вы должны иметь военный билет или темчасовое посвящение, и пограничник должен это посмотреть и увидеть, что у вас там стоит что-то, что говорит, что вас можно выпускать от срочка, от мобилизации. Она дается на 6 месяцев, а потом, по-моему, продлевается. Вот такая ситуация. Ну все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok